Киев собирается тратить на армию еще больше, чем прежде. Численность силовиков на Донбассе возрастет в несколько раз. Об этом сообщается на сайте хайкерской группы «Киберберкут», которая получила план военного бюджета Украины. Хакеры взломали закрытую информационную сеть Украинского Министерства обороны. По этим данным, на Юго-Восток дополнительно направят десятки тысяч солдат и доведут контингент до 250 тысяч человек. Средства выделяются на закупку оружия, а удовольствие каждого солдата будет только сокращаться. Власти Туниса вооружают туристическую полицию. Прежде патрули на пляжах просто помогали отдыхающим сориентироваться в случае необходимости. Теперь они должны дать отпор террористам, если это понадобится. Под усиленной охраной теперь все отели страны. Эти меры связаны с терактом в городе Сус, во время которого погибли 38 человек. Еще 40 были ранены. Среди них и наша соотечественница. Подробности у Дмитрия Хрусталева. Охрана курортов Туниса будет усилена. Решением правительства больше тысячи вооруженных полицейских станут на защиту гостиниц и прибрежных зон. Только вот поможет ли это вернуть страну туристов после безжалостного теракта? Безлюдные пляжи, полупустые гостиницы и беспощадный расстрел отдыхающих, кажется, поставил крест на курортном сезоне Туниса. Самолеты прилетают полупустые, зато достать билеты из страны совсем непросто. Больше нет смысла здесь оставаться. Это опасно для меня и для моих детей. Отпуск для нас закончился. Мы больше никогда сюда не вернемся. 40 погибших, большинство британцев. В знак траура по жертвам в Великобритании приспущены государственные флаги. Много раненых. Среди них и россиянка Екатерина Хоменко. У пострадавшей три огнестрельных ранения. Плеча, ноги и легкого. Она до сих пор находится в госпитале Сусы. Судьба ее матери Татьяны по-прежнему неизвестна. Ожидалось, что для процедуры опознания в Тунис из Москвы прилетит ее муж Николай. Но из-за проблем с судебными приставами он не смог покинуть Россию. И по всей видимости, личность погибшей определят по тесту ДНК. Злой рог, но отдыхать в Тунисе семья Хоменко должна была не в Сусе, а в другом месте. Тур был забронирован в городе Хамамет. Но из-за ошибки туроператора россиянки оказались в злополучной гостинице «Империал Мархаба». Как получилось так, что студент-инженер встал на путь радикального ислама, еще предстоит установить. Всего пару лет назад, вспоминают его знакомые, он был жизнерадостным парнем, любил футбол и танцевал брейк-данс. Но в какой-то момент попал под чье-то пагубное влияние. Группировка ИГИЛ, взявшая ответственность за беспощадный расстрел, уже пообещала новые кровавые теракты в священный для мусульман месяц Рамадан. Произойти это может где угодно и когда угодно. Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Вишкевич, Вести, Тунис. Мировой финансовый ландшафт меняется. 57 стран подписали соглашение о создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Церемония прошла в Китае. Уставный капитал составит 100 миллиардов долларов. Трое крупнейших акционеров Китай, Индия и Россия. По словам посла России в КНР Андрея Денисова, наша страна будет претендовать на ряд позиций в руководстве банка, которые эксперты уже называют одной из самых перспективных финансовых организаций мира. А банки Греции сегодня закрылись. Так власти пытаются не допустить мгновенного краха экономики. Поможет ли перспектива дефолта уже в ближайшие дни становится реальной. Это может больно ударить по финансовой системе всей еврозоны. Но Запад помогать Афинам не торопится. Греция пока держит оборону, балансируя на грани. Что происходит в стране сейчас в репортаже Стаса Натанзона. Банки не откроются у биржи, вынужденный выходной. Греческое правительство вводит экстренные меры. Это решение Европейского центрального банка. Он постановил ограничить ликвидность греческих финансовых организаций. Он заставил Центробанк Греции ввести банковские каникулы и ограничить банковские переводы. Главное, чего опасаются власти страны, паники. Из-за нее граждане могут начать массово снимать вклады, опустошая и без того терпящие бедствия финансовую систему. И эту панику, кажется, кто-то усиленно нагнетает. Длинные очереди к банкоматам по всей стране, попрошайки на улицах. И, конечно, греки, напуганные действиями своего правительства. Это картинка, которую можно увидеть у западных информагентств и на крупных мировых телеканалах. Но на улицах греческих городов встретить что-то такое очень сложно. Это район Акрополя, самый центр Афин. Люди спокойно сидят в ресторанах, наслаждаются хорошей воскресной погодой. Здравствуйте, можно задать вам вопрос? Некоторые журналисты говорят, что у вас сегодня паника в городе. Паника? Какая паника? Вы здесь панику видите? Но почему тогда журналисты говорят, что у вас паника? Что? Возможно, эта женщина чего-то не знает или не смотрела давно новости. Так же, как и вот этот мужчина, спокойно поглощающий мороженое возле банкомата. Кстати, куда пропала очередь около него? Первая паника закончилась быстро. Греки поняли, что деньги в банкоматах не заканчиваются. Вот, например, два работают, снимай сколько хочешь. И очереди исчезли. Чего не скажешь о журналистах. Западная пресса продолжает рассказывать историю о том, как возможный выход из еврозоны убивает страну. А вот эти же банкоматы, но уже в репортаже BBC. Оператор подловил, как кто-то снимает крупную сумму. Сразу ясно, опустошает вклады. И существует риск, что если банки откроются в понедельник, из них вынесут все деньги. Идет широкомасштабная пропаганда, поддержанная нашими оппозиционными партиями и западными СМИ. Они делают все возможное, чтобы люди запаниковали, начали забирать деньги со счетов и финансовая система обрушилась. Эти методы уже отрепетированы. Также несколько лет назад разрушали финансовую систему Кипра. В результате банкам острова пришлось закрыться на несколько дней и ввести контроль на движение капитала. Противостоять напору крупных западных СМИ Греция практически не в силах. Тем более, что информационная война против нее идет уже не один год. И во многих странах сформировалось представление о греках, как в этом мультике о греческом мальчике Алексе. Ленивый, врун, неблагодарный, беспомощный, коррумпированный, жестокий, грубый, расист, уклоняется от налогов, проблемный, вороватый вандал, который живет со своей мамой. Неудивительно, что такого надо учить жить, иногда наказывать и уж точно не давать ему денег и возможности самому выбирать свой путь. Первая цель информационной атаки на Грецию достигнута. Банки закрыты и, конечно, не на один день. Но как долго выдержит этот занавес, неизвестно. Ведь политическое и медийное давление только усиливается. И новые экономические жертвы, возможно, не за горами. Стас Натанзон и Игорь Никулин. Вести из Греции. В Турции разогнали гей-парад. Полиция использовала водометы. По нелегальную демонстрацию, которую ее организаторы назвали «парад гордости», вышли несколько тысяч человек. В центре Стамбула, на площади Таксим, они размахивали радужными флагами и провоцировали полицию оскорбительными выкриками. Власти мусульманской страны такой попытки привить европейские ценности не поняли и применили силу. Сторонники идей сексуальных меньшинств вынуждены были ретироваться, а пострадавших данных нет. Антироссийские санкции наносят Германии гораздо больше вред, чем самой России. Об этом пишет одно из влиятельных немецких изданий и приводит данные Восточного комитета немецкой экономики, который объединяет ассоциации германских предприятий. В частности, говорится, что антироссийские санкции привели к обвалу немецкого экспорта и к потере 150 тысяч рабочих мест. По прогнозам, в нынешнем году экспорт сократится еще на 25%, что приведет к новым ударам по немецкой экономике. Месяц на сдачу главных объектов ровно столько времени осталось у специалистов, которые возводят космодром Восточный. Им в помощь направлен всероссийский студенческий отряд. К июлю в Амурскую область должны приехать 1200 ребят со всей страны. Репортаж Игоря Нагеенко. Будущие инженеры впервые в жизни ворочают тротуарный бетон. Задание оказалось нелегким. Студенты знаменитой Бауманки до Преамурья ни разу не работали на стройках. Так что учиться им приходится буквально всему. Первый день вообще рабочие такты по большому счету ничего не умеют, поэтому объясняют. Если объясняют хорошо, то получается все в принципе. В это время в другой части Восточного с теми, кто сошел с поезда пару часов назад, в вахтовом городке заключают трудовые договоры. Работать месяц, зарплата 35 тысяч рублей, а также проводят инструктажи и выдают спецодежду. Пока одни ждут очереди на получение рабочей формы, другие что-то внимательно изучают. Одна инструкция по охране труда, вторая инструкция по первой помощи. Также мы будем сдавать экзамен по инструкции охране труда. Ознакомливаемся, учим, читаем. На самом стартовом комплексе строителей уже в разы меньше, чем раньше, а его готовность руководство оценивает в 90%. Все работы теперь переместились внутрь. Сдача объектов пускового минимума назначена на середину лета. Берем мусор. В основном закончим все работы, связанные со сваркой металлоконструкции. Потом у нас будет покраска. И когда вы сюда попадете, я думаю, в конце июля, здесь не узнаете этот старт. Облик будет уже совсем другой. Огромное массивное здание без окон, с минимумом дверей. Командный пункт. Именно отсюда будет ввестись все управление пуском ракеты-носителя «Союз». На случай, если что-то с энергоснабжением вдруг случится, на старте приготовлены два таких больших дизель-генератора. Но это на случай, потому что все должно сработать на отлично. Параллельно с монтажом системы энергоснабжения идет установка телеметрических комплексов типа «Лагуна». Таких же, как на Плесецке. Это одна из 13 систем, которые мы монтируем на командном пункте. Из 13 систем, обеспечивающих подготовку и запуск ракеты-носителя на старте. Она передает информацию с точностью до миллисекунд. То есть непосредственно идет прием с борта информации с ракеты-носителя. Обрабатывается и мгновенно появляется на экранах. Кроме того, на стартовом комплексе завершается вертикальная планировка, а также укладка асфальтовых дорог. То есть внешний восточный совсем скоро станет, как на проектной картинке. Игорь Егенка, Павел Падалко. Вести с космодрома Восточный. На архипелаге «Новая земля» высадился десант российских новобранцев. В течение года они будут нести службу в условиях Крайнего Севера. Впрочем, на плечах приземников еще одна не менее важная миссия – помочь очистить архипелаг от скопившегося мусора. Репортаж Александра Коцубе. Мощный заряд буквально стирает старое здание. Это все, что осталось от двухэтажного кирпичного здания 50-х годов постройки. Вслед за взрывотехниками сюда приедут сортировщики. Собрать обломки и отправить их на утилизацию. На сегодняшний день на территории полигона находится 436 списанных зданий. Есть острая необходимость их утилизировать. Наиболее экономичный и безопасный способ – это уничтожение зданий взрывным способом. Военные подчеркивают, что взрывные работы ведутся только на юге архипелага «Новая земля» в окрестностях бухт Белушья и Гаврилова. Дальше, на сотни километров севернее – заповедник с его уникальной арктической природой. Поэтому заброшенное наследие советской эпохи там просто разбирают. На площадке утилизации работа кипит. Сюда со всего архипелага везут старую технику, трубы, арматуру. Мощный пресс сжимает металл вот в такие брикеты. Бензорезами режем металл, группируем, полностью формируем брикеты. Все это тоже так же. И отгружаем на корабли для уменьшения объема, увеличения массы. Вместо старых бараков в Белушьей бухте растет современный военный городок. Равняйсь! Смирно! Эти призывники будут служить на новой земле. Служба для этих новобранцев начинается буквально с первого дня пребывания в армии. Сначала на сборном пункте они получают военную форму, а потом совершают первый в своей жизни марш-бросок. Сначала на военный аэродром, а потом на боевом Иле за тысячу километров от Архангельска на новую землю. Два часа в небе на борту военно-транспортного самолета. Для большинства из этих призывников первый полет в жизни. Ну не страшно просто. А что бояться в принципе то же самое. Никаких ощущений таких нет. Чтобы уши поначалу закладывать. Новая земля встречает молодое пополнение ярким арктическим солнцем и прохладным ветром. На улице всего плюс пять. Новая земля отличается суровым климатом, жестким климатом я бы сказал. И не каждый приспособится быстро и легко к этому климату. Поэтому стараемся набирать с Архангельской области. Вячеслав Соловьев говорит, что на вопрос военкома, где хочешь служить, не задумываясь ответил там, где отец служил на новой земле. Сам, то есть родом с Крайнего Севера, а тут еще севернее подальше. Посмотреть, как вообще края выглядят, как люди живут. Но, как говорится, служба службой, а обед по расписанию. В столовой уже все готово. Первое у нас приготовлено суп гороховый, суп с домашней лапшой. На второе приготовлено котлеты жареные, мясо жареное, каши гречневые. Продукты и все необходимое на новую землю привозят с материка на кораблях и на транспортных илах. Ну, ожидал более чего-то такого, не такого. Ну, как бы разнообразие, как бы лучше все. Еще одна любопытная особенность службы на новой земле. Каждому, кто приезжает сюда, обязательно рассказывают о хозяине Арктики, белом медведе. Этот опасный хищник частенько заходит в военные городки. Так как у медведя слабое зрение и сильное обаяние, бросить перчатку, затем никуда не убегая, не делая резких движений, делайте 15-20 шагов аккуратно назад, осматривайте местность. Заметив ближайшее укрытие, бросайте вторую перчатку. Впереди у этих новобранцев год службы за полярным кругом земли. Александр Коцуба, Александр Антонов, Вести, Архипелаг, Новая Земля. В США легкомоторный самолет упал на жилой дом. Есть жертвы. ЧП произошло в городе Плейнвилля. У самолета возникли неполадки с двигателем, после чего он стал резко терять высоту и рухнул на здание. Вспыхнул пожар. В искореженной кабине самолета спасатели позже обнаружили тела трех человек. Жители дома не пострадали, они успели выбежать на улицу.